Все на самом деле плохо. И вот подтверждение того, что я только что сказал. По официальным данным, которые, как вы понимаете, никак не могут быть преувеличенными, за последние 10 лет в России утрачено более 2,5 тысяч памятников истории и культуры, находящихся под охраной государства. Где эта толпа людей, которая не даст выкрутить руки тому, кто сносит эти исторические здания? Поэтому главным противником нас является бездействие, лень, апатия, неверие в то, что нам что-то доступно. Мы можем все! Градостроительная политика города должна строиться не на корысти инвестора. Она должна строиться на воле горожан, на интеллекте экспертов и, по крайней мере, на памяти и уважении к мастерству тех зодчиков, которые строили наш город. Мы должны защитить свой город. Мы должны понимать, что у него нет других защитников, кроме нас. Мы должны его сохранить. Мы должны сделать так, чтобы нашим потомкам за нас не было стыдно. Мы должны сделать это только вместе, независимо от политических взглядов, независимо от вероисповедания, независимо от национальности, от возраста и профессии. Мы должны быть вместе, и тогда мы победим, и тогда наш прекрасный Петербург, лучшее, что есть у нас, сохранится, приумножится и будет процветать. Потому что это наш город, друзья! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Нам его защищать, мы его защитим обязательно! Это наш город! Это наш город! Мы его во виду не добим! Это наш город! Это наш город! От вандалов диким защитим! Это наш город! Это наш город! Он живой! Не встречайся мы с тобой! Он живой! Не встречайся мы с тобой! Вот мы смотрим на одну из инстанций, позиционирующуюся, как некую власть, но она закрыта. Все ушли на крестный ход, вымаливать цену за баррель. Мы смотрим выше, но там все очень заняты, там с чрезвычайно и боинственным видом топчут и сжигают еду. И мы поднимаем головы на самый верх, туда, на Олимп, где улыбчивые люди в дорогих спортивных костюмах, а-ля 90-е, лежат на тренажерах. У них фотосессия. Но в обычное время они тоже заняты, они играют в войну. Подыстошные вопли из телевизора «Бей, воюй, жги!» Дольче и Габбана российской политики играют с живыми людьми. И смерть происходит всерьез. Вот из этого самого сакрального места и растут ноги нашей проблемы. Это место формирует модель поведения. Пример глупости, лицемерия, одичания и расчеловечивания. Сумасшествие заразительно и вирус войны заразителен. Что же делать? Мы определенно не можем действовать теми же методами, которые используют наши дикие оппоненты. Но мы можем и должны применить цивилизованные нормы санитарии и гигиены. Мы можем и должны научиться говорить твердое «нет». Нет войне с памятниками, нет войне с культурой, нет войне с инакомыслием, нет войне с Украиной, нет войне в любой ее форме. Нет войне! Дорогие друзья, сегодня нас, к сожалению, не очень много. Поэтому наши слова, возможно, и не услышат. Но нам все равно нельзя останавливаться. Нам необходимо выражать и отстаивать свою позицию дальше. Ведь если мы замолчим, говорить будут они, их кувалды, их пушки. Именно поэтому логическим продолжением сегодняшнего митинга может стать наша встреча через две недели. 27 сентября на марше мира. 27 сентября марш мира в Санкт-Петербурге. Сбор в 14 часов у станции метро Горьковская. Приходите! Спасибо!